Еще кое-что тоже с твоего фейсбука и связанное с уроками истории, которые нам учили в школе. Покажите нам, пожалуйста, эту фотографию. Я зачитаю. Российская ракета целилась телевышку на Дорогожичах и попала в Баби-Яр. Баби-Яр очень известное место в мире. Там погибло очень много евреев, их истребляли. Ну, собственно, там, да. В тот самый Баби-Ярде фашисты массово расстреляли евреев, цыганы советских военнопленных, фашисты Бакентаун на то же место. Вот такая была у тебя эмоциональная тогда реакция. Мы здесь, честно говоря, тоже для меня было такое шоковое состояние. И многие мои коллеги, мы здесь пишали о том, что ну как же так людей перенесших такое, да, их прах там находится. И вот их опять ракетой уже на этот раз потревожили спокойствие, тишину, которую туда люди приходили, возлагали цветы и поплакать, и помнить о том, что такое не должно повториться. И вдруг именно туда угодила ракета. То есть это было для меня лично, это было очень страшно. Ну, смотри, Киев вообще город исторический, да? То есть в Киеве много чего происходило. Там действительно очень большая история. Там очень древняя история. И сам факт того, что в Киев стреляют, в Киев расстреливают, это уже как бы в голове не укладывается. То есть они, понятно, что никто не целился специально в Бабий Яр, чтобы взорвать еще вот те вот могилы. Это понятно. Просто сам факт, какого хрена? Говорят, ну мы же туда не целились. Ребята, какого хрена вы вообще с вашими ракетами тут делаете? Да, попытаемся заменить это слово чем-то. Да, какого, почему вообще ваши ракеты, что они здесь делают, да? То есть потом, когда уже стали появляться аргументы, что, ну они же целились в военный объект. Ребята, почему они вообще целились? Что вообще ракеты делают на территории Украины, чужой страны? То есть стоять, давайте подумаем, не будем рассуждать, куда они целились, что они хотели, чего они не хотели. Давайте говорить об одном. Почему российская армия, Российская Федерация запускает ракеты по Украине? Это как называется? Называется военная агрессия, называется война, называется нападение. А не рассуждение о том, что, ну вот там же, наверное, у вас какой-то был военный объект. А даже если... Ребят, у нас вообще-то в Кишиневе военная часть находится на улице Тегина. То есть в центре города. У нас их несколько, и они находятся все уже возле жилых районов. Да, и они находятся, естественно, потому что город, он не строится, что вот, допустим, тут у нас жилые кварталы, а вот все военные объекты, мы их за город компактным квадратом построим, чтобы их было удобнее разбомбить с воздуха, и чтобы никто не пострадал жилой. Нет, город растет, военная часть старая, вокруг нее тоже образуются улицы. Ну вот так оно как бы везде происходит, не только в Киеве, не только в Кишиневе, в той же самой Москве, в Питере, в Таллине, не знаю где еще. То есть так города строятся, так они живут, старые города. Поэтому, когда начинаются эти разговоры, ну, мне вообще как бы... И почему я написала, что фашисты бэк-эн-таун, да? То есть столько параллелей, то есть за пару дней до, как бы, каждая говорящая голова в телевизоре российском, да, глава МИДа, его заместители, там, спикер федерации, там, какие-то депутаты, в общем, все, кто мог что-то из себя выдавить, они все говорили, это невозможно, Россия никогда не нападет на Украину, мы не собираемся нападать на Украину. А я же помню еще вот эти слова Левитана, что в 4 утра, подло, без объявления войны, как бы, фашисты напали на Советский Союз. Мы вспоминали все эти дни песню «Киев бомбили», нам говорили, что началась война. Да, да, город подумал, учения идут. Не, ребята, у нас таких учений не было. Вот, потом начались, как бы, параллели, ну, ну, вот просто, вот Боби-Яр, он просто, просто вписался. В эту канву, как еще один маленький пазлик, да, который вот складывается. Абсолютно людоедская риторика, желание истребить. А, просто еще параллельно в РИА Новости, это же очень крупное информационное агентство, одно из главных, да. Выходит вот эта статья, в которой написано, что Россия должна сделать с Украиной. И там, блин, тебе и лагеря, и уничтожение культуры, и вообще все-все-все. И еще до этого тоже на РИА, Фольстар, там вышла другая, вышла еще одна статья, в которой было написано, что мудрый Владимир Владимирович не передал следующим поколениям решение украинского вопроса. И тут у меня очень такие ассоциации прямые с вождем, как бы, нацистов, с Адольфом Гитлером, который занимался решением еврейского вопроса. А тут вот другие уже, как бы, его последователи решают уже украинский вопрос. Продолжение следует...